18 июня Константин Журавлёв взял рюкзак и вышел из родного Томска. Навстречу всем ветрам в кругосветное путешествие автостопом. Ещё два года назад его жизнь текла обычным руслом – дом, работа. Но накопившаяся жажда свободы не давала покоя. И летом 2008 года программист, уволившись, отправился в своё первое путешествие автостопом. Это были 90 дней испытаний и радости. И оно показало то, что жизнь до путешествия – это одно, а само путешествие – это совершенно другая, сказочная, чудесная жизнь. Сразу после возвращения он решил пойти в кругосветку и тоже обязательно автостопом. Такой способ передвижения путешественник считает наивысшим проявлением свободы. Ты идёшь куда хочешь, ты ставишь палатку, где ты хочешь. Ты кушаешь тогда, когда ты хочешь то, что ты хочешь. Ты фотографируешь, ты смотришь, ты живёшь. Именно так, путешествуя в 2008 году по России и Украине, Томич попал в Крым, а потом в Карпаты. Сейчас его кругосветный маршрут пройдёт через Европу, Африку, обе Америки, Австралию и Азию. Всего более 50 стран. И везде он хочет не только рассказать о родной Сибири, но и познакомиться с различными культурами. И главное – показать людям через фотографию их единства. Чтобы человек не делил себя на своих, чужих, не делился на религии, не делился на национальности, не делился на статус в обществе, богаче, беднее. Потому что человек – это действительно это единая составляющая с природой. И, конечно, в первую очередь человек должен жить гармонично. Цели у такого путешествия самые высокие. Саморазвитие дух, тело, душа, познание мира, познание какой-то мудрости, фотография, свобода. Тогда, когда ты идёшь, и тебя, по сути, ничего не держат. Сто сорок тысяч километров сибиряк планирует пройти за 777 дней. Четыре раза пересечь экватор и два – арктический круг. Его не пугают сложности в пути, границы между странами, потребность в спонсорах и скудная еда, часто лишь хлеб и вода. Бывает так, что тебя кормят. Едем с водителем, он спрашивает, когда последний раз ел. Ну, честно говоря, сегодня утром, вчера утром, допустим, ел. Он останавливается. Мы идём в придорожное кафе, и он берёт по две порции, то есть за свой счёт. В дорогу Костя взял самое необходимое – палатку, ноутбук и фотоаппарат. Фотографию он считает неотъемлемой частью путешествия. С её помощью познаёт мир и себя, как его часть. Свои дорожные впечатления Костя записывает во время короткого отдыха, чтобы потом выложить на блог. Просто в 2008 году я вёл дневник исключительно для себя, и я его писал от турки, и столкнулся с тем, что людям, вот просто попутчику интересно услышать было, с чего всё началось, и чем, собственно, всё закончится, это путешествие. Здесь можно узнать последние новости о путешествии. Друзья всегда поддерживали Константина, даже маршрут составляли вместе. Говорят, его оптимизм заряжает. Вот именно эта энергия позитивная, когда вот он говорит, вот я этот маршрут пройду, этот блеск в глазах, в общем, он, несомненно, заряжает. И вот благодаря таким людям действительно хочется путешествовать ещё больше, и думая, что это всё на самом деле реально. И хотя предстоит пройти пять континентов и два года пути полны неизвестности, у друзей Кости успех его путешествия не вызывает сомнений. Они ждут земляка в Томске 3 августа 2012 года, в день его рождения. Сейчас Костя в Санкт-Петербурге, откуда отправится в Москву. Потом, после оформления визы, его уже ждёт Европа. NTD, Санкт-Петербург, Россия.